Кирюш, у тебя сопли, ты сидишь, у тебя окно открыто, прикроет. Не, я закрыл. У него закрыто. Закрыто, закрыто, закрыто. У него закрыто. Закрыто. Такой чистый стекло. Да ладно. Не, нормально. А то жарко. Лучше будет так, чем окнами надуют. Ну и чего. Вот, значит получается, что комендантский час начинается в 11 часов. Вы пошли там до пол второго. Постреляют, потом обратно. Уже настолько уже надоело это. Да я же, получается, поехал на три недели. Должен был приехать первого числа. Вот. А с первого тут же с этими правами гипер начался. Пацаны на три дня машины поставили. Из двадцати тысяч официальных Яндексовских машин по Москве ездило четыре. Представляете? Вот эти три дня. Там как раз попало на пятницу, субботу, воскресенье. Да я ж ну ждал, ждал. Звоню. Да, говорит, пока ничего. Ну что, говорит, одно чтение прошло. Вроде отложили до первого июля. Я вот тут собрался и говорю, все. Я уже не могу ждать уже и денег как бы на подсосе. Вот у нас вернулся, поехал. Сейчас вот это что будет с первого июля тоже пока. Шеф вчера говорит, ну, Яндекс, ну, у них там с таксопарком, с Яндексом договор. Если вдруг начнется массовое там какое-то, ну, отлов нелегальных водителей, то Яндекс даже берет на себя оплату штрафом. А штраф там пятьдесят тысяч за одного. Ой. Ну, то есть они не имеют права выпускать на линию теоретически. То есть получается, что я без права ещу. Да, тогда вообще не будет машин. Да. А там получается, что они ж... Вот эти страны, которые в торговом содружестве с Россией, это Беларусь, а кто там, казахи, таджики, ну, вот эти страны. Они ж, как бы, закон и к ним касается. Ну, о замене этих прав. Но тогда, получается, идет нарушение вот этого таможенного союза. То есть, как это так, ну... И они сейчас, как бы, Медведев принял пока... Беларусы могут по своим правам работать. Ну, а за нас, я же говорю, потому что Украина вообще пока лишена их. А то, что документы ДНР получили? А у меня ж украинский. Я же себе ничего не делал. За смысл. Украинский.